В Расторгуевской библиотеке стала традицией проводить поэтические чтения. На этот раз на встречу с авторами приехали воспитанники детского оздоровительного лагеря «Березка». Дмитрий Углев, автор книги «Сказок. Мир чудесный», с нетерпением ждал ребят. Это уже не первая встреча поэта с детьми. Дмитрий уверен, что подобные творческие диалоги не только интересны, но и очень полезны. Нужно просто постоянное живое общение с детьми, пытаться вытащить их из этого виртуального мира, которому все сейчас подвержены. Сами понимаете, развитие технологий на месте не стоит, компьютеры, смартфоны и т.д. и т.п. Поэтому общение, живое общение очень полезно для детей, оно просто необходимо, я бы даже сказал. Казалось, что о компьютерах в этот день ребята забыли вовсе. И даже подготовили для автора сюрприз. Выучили несколько стихотворений из его новой книги. Ешь, пожалуйста, кума, полный дома за корма. Вылетел к ним воробей, что за пир тут у зверей? Надо пригласить синицу, пусть сестрицу угостится. Краевед Вера Пенто также неравнодушна к поэзии, но в роли автора делает только первые шаги. Вера Анатольевна написала стихотворение, сюжет которого взяла из жизни. В произведении Андрюшкина «Горе» она рассказывает о своем сыне. Ой, вы бедные игрушки мои, книжки рваные, сверушки мои. Приходите-ка вы рваные обратно, я листочки вам заклею аккуратно. Творческая атмосфера располагала к откровениям. Вдохновленные общением с автором, ребята решили, что будут пробовать писать стихи. А восьмилетняя Лиза Горшевская даже поделилась своими набросками. Вот еще сидит жирам, он похож на телеграф. Открываю я ворота, выпускаю бегемота. Подобные поэтические беседы дают возможность не только поделиться своим творчеством, но и задать интересующие вопросы мастеру. Очень хорошо то, что остались еще автора. Ну, автора хорошие, которые сочиняют очень хорошие стихи. Стихи очень интересные. Можно задать вопросы. А, например, когда читаешь книгу, ты же не задашь вопрос книге. Ну и, конечно, творческие встречи рождают совместные проекты. Например, иллюстратором книги Дмитрия Углева выступила заведующая Расторгуевской библиотекой Татьяна Пономарева. Стихи, которые написаны, они очень добрые и теплые. Дети их сегодня прочитали вообще, они мне по-другому открылись. Иллюстрации к этой книжке мне все-таки дорогие и близки. И очень нравятся. Следующее наше творческое сотрудничество – это будет с Верой Анатольевной Пинто. Мы уже подготовили ряд иллюстраций. Вот они у нас тут лежат. Андрюшина Горя. В финале творческой встречи и ребята, и библиотека получили книгу автора с подписью в подарок. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.